вот мы сейчас хотели бы с тобой поговорить о ситуации в россии то что нас интересует в первую очередь правда петра абсолютно да что происходит сейчас в кремле и как вообще на эту ситуацию повлияло ли ну наверняка повлияла ситуация с уничтожением крейсера ракетного москва победа и символическая и военная одновременно для украины я конечно не знаю что именно происходит в кремле но могу предполагать что владимир путин сейчас страшной ярости поскольку конечно такого унизительного поражения такое пощущенное очень тяжело пережить я думаю что он сейчас очень сильно ругает мягко говоря генералов адмиралов может быть даже кого-то посадит после всего этого я слышал российские обозреватели они говорят что сейчас очень серьезно пошли разборки по линии фсб сажают опять же отправляют под арест генералов прям сразу следственный изолятор лефорта по которой как бы которым управляет тоже фсб сейчас военная контрразведка и просто контрразведка фсб сейчас просто хватает всех кого не попадя и туда отправляют ну на самом деле конечно ситуация для владимира путина хуже некуда он потерял то есть вот он как начинал с гибели подводной лодки курск да и сейчас вот подобная лодка курск она официально называется атомный подводный крейсер курск да и вот здесь крейсер москва не атомный но все равно довольно большой корабль даже по количеству моряков пять раз больше чем курск и судя по всему сегодня я читал всякие севастопольские скажем так новостные сайты форумы и так далее судя по всему практически все люди находившиеся на борту погибли в том числе половина практически командование черноморского флота это речь о сотнях на самом деле моряков да у сколько погибло 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 такой на самом деле потери не было мне исправь поправь правда когда взорвали тогда помнишь после второй мировой войны в севастополе как раз же взорвался на в россии на в россии да что-то было такое сейчас я посмотрю уточню когда был взрыв это был итальянский италия 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 да да по моему погибло что-то около тысячи ну то есть это скорее всего из военных катастроф в советском союзе то есть это будет одна из топовых таких получается да да пожалуйста да да ну и самое главное что ты по моему об этом да писал я не помню что флагман не топили сорок пятого года такой военный я читал что даже не топили с первой мировой войны что флагман был утоплен по моему только в первую мировую войну прям флагман всего флота может быть я ошибаюсь потому что как раз по моему итальянцы потеряли в первую войну флагман его но вот сразу такой вопрос русские сейчас послали придает new york times подтверждает что если бы по это димаш не подписаны ними не путиным ни кем-либо другим но тем не менее димаш был послан что называется такой путь больше он он и лорд что россия любые вот поставки оружия украине будет рассматривать как абсолютно вражеский жест и соответственно америка рискует он специфайл от предыду был консеквенса непредсказуемые последствия как ты интерпретируешь о чем может идти речь насколько путин реально готов что называется пути смаза из мани из то есть я думаю это делать пытаться делать хорошую мину при плохой игре существенно украина утопила флагман черноморского флота они теперь угрожают америке но это просто смешно это просто смешно это я не думаю что к этому хоть кто-то серьезно будет относиться сейчас они делают эти заявления главным образом в расчете на внутреннюю российскую аудиторию вовсе не на американцев или на европейцев ну в действительности как тебе кажется что было ключевое понятно что мы как бы не супер военные эксперты но тем не менее как бы мы наблюдаем за всем что происходило вот по твоей версии вот ты уверен много анализировал смотрел что послужило главной причиной того что затопили все-таки москву старая не старая но она была вооружена до зубов слушай но система по его мощнейшая что послужило главной причиной это вот такое мастерство украинских ребят которые запускали эту ракету или все-таки просрали русские откровенно просрали подумали что хохлы не способны дескать бояться нечего и вот так в наглую просто подошли под побережье и стали жертвой собственной такой скажем беспечности я думаю тут улица с двусторонним движением было и то и другое но вообще у меня есть подозрение что скорее всего эта операция готовилась довольно давно и она готовилась не без участия тех же американцев и британцев потому что если вы помните накануне войны постоянно американские британские самолеты пролетали рядом с крымом и вскрывали систему радиолокационного обнаружения они проверяли как работают те иные системы черноморского флота и видимо они выяснили какую-то щель в обороне крейсера москва то есть на каких-то частотах на каких-то высотах на каких-то где-то как-то было слепое пятно у этого крейсера и потом когда это пятно вскрылось когда были созданы необходимые условия я подозреваю туда как уже была такая версия что направили байрактар и байрактар ударил по глазу саурона если так можно выразиться по вот этому радиолокационному комплексу радиореление когда с фазированной решеткой короче антенна которая в общем была главным радаром этого корабля после того как этот корабль был фактически ослеплен тогда нанесли удар я думаю что скорее всего алгоритм этих действий был составлен не без участия американских а скорее всего даже британских специалистов которые военно-морских делах разбираются не хуже может быть даже лучше чем американцы я думаю примерно как то так при том еще тут надо отметить какая была интересная операция прикрытия информационного потому что с самого начала войны и очень многие люди даже в украине возмущались куда подевались нептуны да эти ракетные комплексы говорили что зеленский все просрал туда-сюда в общем было очень много раздавалось таких голосов как же так нас обстреливать с моря мы ничем не можем ответить ну вот ждали ждать то есть видимо сделали специально так чтобы россияне подумали что эти ракеты находятся либо в нерабочем состоянии либо они уничтожены либо что-то с ними случилось в общем нет этих ракет и когда россияне осмелели когда стали подходить ближе к берегу когда перестали обращать внимание на теле линейные запуски напролет этих или иных беспилотников кстати совсем недавно под севастополем был сбит один из беспилотников было было сообщение украинский беспилотник был с беды даже было видео то того как они подбили этот беспилотник то есть работа велась разведывательная работа велась по разным направлениям и вот так вот сложились обстоятельства в какой-то момент идеально для нанесения этого удара почему именно москва потому что москва это абсолютно ключ и вот сегодня было донесение британской разведки по поводу, военной разведки по поводу Москвы, по поводу значения этого крейсера. И там было сказано, что он был ключевой узел системы ПВО военно-морского флота России в западной части Черного моря. То есть это главный хребет, на котором строилась вся система ПВО. И его удаление, конечно, это серьезнейший удар по всей системе ПВО. Сразу после того, как была потоплена Москва, все остальные российские корабли как бы отпряли от украинского побережья и ушли дальше в море, потому что там, ближе к берегу, они были уже вне безопасности из-за уничтожения Москвы. Плюс, конечно, немаловажно, тоже британцы отмечают, что на этом корабле был штаб Черноморского флота оперативный. И там, судя по информации Севастополя, там погибло чуть ли не половина руководства всего Черноморского флота. То есть Черноморский флот, мало того, что потерял возможность обороняться от ударов с воздуха, так он еще и лишился мозга, ну, как бы штаба, штаба, там мозга армии, в данном случае мозг флота.